Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим новый видеоролик. Но это не новый, а старый пирог со сливами, которого будет мало. Простой обед. О, которого будет мало. Ну, всё понятно. Всё здесь понятно. А то Уралочка нам уже, когда всё это поедали, говорила, что только кусочек, да, там она попробует. А тут, оказывается, мало. Вот где зарыта вся правда. Короче, видеоролик старинный. Нафига было на втором канале выкладывать этот политический мукбанг. Там, где они, слушайте, опозорились по самое не хочу. И окончательно показали, да, своё нутро. А сейчас вот выкладывают, как они всё это дело готовят. Ну, неужели нельзя это делать, ну, в один день хотя бы. На одном канале всё приготовили, на втором повыедали. Ну, нет, у Уралочки всё вверх дном. Вы знаете, походу просто и правда Сафари уехал. Да, и вот поэтому, да, как-то так он, наверное, не подумавши повыкладывал видео. Всё, а Уралочка в этих делах вообще ноль. И поэтому вот такая дребедень у них получается. Выходит одно старьё. В принципе, ещё новых видеороликов нам ждать долго. По той причине, что наклепали они дофигища. Ну, вы сами видели, да, что уже, значит, у них там снег выпал. А Олюшке у нас всё жарко, вся запарилась, вся умогрела. Опять она трещит, что Сафар у неё взвыл. Ужас, ребят! Сафар у неё взвыл, потому что хочет супа. Мама дорогая. Уралочка, ну вот ты ж постоянно ноешь, что кормите своих мужчин вкусной домашней едой. И помню даже аж орала, что ну накормите уже, в конце концов, мужиков, да нажритесь сами. А сама, блин, своего не можешь накормить. Вечно он у тебя голодный. Да и сама ты вечно голодная. Как мукбанг-то твои глаза постоянно в тарелках. Они прям и в камеру не смотрят, потому что боишься упустить эту еду из вида. И опять, ребят, огроменную кастрюлю варит рассольника. Да, на двоих с Сафариком, на двоих. Ну, а чё им это, знаете, как пару семечек. Сели и тут же втрескали всё. И даже глазом не успели моргнуть. Не зря, говорит Уралочка, пирог со сливами, которого будет мало. Да им всего мало, всего. Только вот, ребят, Уралочка нынче у нас не худеет, а как-то растёт просто как на дрожжах. Стоит эту перловку, да, выкладывает в кастрюлю. Ребят, ну такие огроменные руки. Ну, просто вот я не знаю, как она не может понять, что ей нужно одевать рукав, который будет закрывать её локти. Нет, у неё всё короткое. Неужели она не замечает? Ну, в принципе, вы знаете, человек, которого интересует в жизни только еда, ей по барабану. Ей абсолютно по барабану, потому что если бы не было по барабану, она бы думала о своей жизни, думала бы о своей внешности и, естественно, бы не жрала бы столько. Но когда, ребята, она стала делать винегрет, я вообще чуть не упала. Огроменный тазик. Посмотрите, сколько картошки, сколько морковки, гороха. И это, ребятушки, на двоих. Но главное, что приговаривает, всё же хочу, чтобы не тазами у нас всё было. Уралочка таз поставила на стол и говорит, я хочу, чтобы не тазами было. В этот таз даже не поместится всё, что она приготовила нарезать. Ой, Уралочка, ты цирк ходячий, честное слово. Знаете, ребят, на самом деле, да, вот как вырубают эти все блогеры, которые никак не нажрутся, которые веселятся. Знаете, вот жрут, и нет больше у них интересов. Сейчас особенно, вот в такой нынешней обстановке, обострённой, сложной, где не знаешь, чего ждать, этим весело. Одни там тоже пожирают на курортах. И это всё никак не нажрётся. Ребята, вы видели, когда она пробовала винегрет, как её колбасило. Я думала, сейчас в пляс пойдёт. Какой кошмар. Ну, в принципе, чего удивляться. Это самый настоящий пищевой оргазм. Когда человек живёт с одной целью – приготовить и нажраться. И больше абсолютно нет никаких интересов. Абсолютно. И чё бы она там не плела, что там она хочет вылечить свои суставы, поправить своё здоровье. Ничего она, ребят, не хочет. Ничего. Ровным счётом ничего. Потому что, если б хотела, в первую очередь занялась бы питанием. Видать, готовились к политинформации. Уже здесь Уралочка говорит. Когда есть картошка, когда есть заготовки – ничего не страшно. Олюшка, серьёзно? А расскажи нам, где сейчас сафарик? Чего ты скрываешь? Значит, видео-то про пирог. А пирог практически в конце. Да, сафарику якобы сладенькое. Но там же всё сафарику готовится. Просто всё. Рассольник сафарику, винегрет сафарику, пирог сафарику. Только Олюшка поедает больше его. Ой, ребят, мама дорогая, сколько сахара она сыпет во все эти пироги, в эту выпечку. Ой, ну, что тут скажешь, ребят? Что тут скажешь? Ну, главное же это сафарику, да? Она же и готовит всё сафарику, и выпечка вся сафарику. Поэтому, ну, сафарик же любит сладенькое, сладёхонькое. Поэтому сахарку побольше, чтобы было послаще. Да, Уралочка? Дальше, ребят, новые словечки у Уралочки. Значит, выложила она сливы на пирог, на тесто. И говорит, а эти сливы придётся на еду поесть. Эй, Уралочка, твои слова уже надо, слушайте, записывать в записную книжку. Как секретики Алюни, так словечки Уралочки. Как чё-нибудь ляпнет, так хоть стой, хоть падай. А дальше, ребят, когда она посыпала, в общем, этот пирог, это тесто корицей, сафарчик почему-то возмутился. А что нельзя было, сказал, замучила меня. И она почему-то засмеялась. Уралочка, ты чем сафарика-то замучила? А признавайся. Слушайте, да с такой злостью сказал. А что нельзя было, замучила меня. Наверное, Уралочка чё-то сафарику приказала то ли вырезать, то ли замолчать. Наверное, чё-то он сказал. Короче, вот вам и отношения. Да, Уралочка замучила сафарика. Кто бы сомневался. Уралочка, ну не мучай ты мужика. Ну, в конце-то концов. Меньше болтай, больше молчи. Можешь даже бесконечно есть, дабы у тебя ничего там не вылетало. Ну, а дальше была уже съёмка, как ни в чём не бывало. Ох и актёры! Только слышно было, какой сафар обозлённый. А дальше всё как по маслу. Ох, как умеют играть на камеру. Как влюблённая парочка. Ребят, вот вы прослушайте, когда она посыпает корицей, что говорит сафар. И какой он злющий. Да, я ж несколько раз прослушала. А что нельзя было говорить, замучила меня до сих пор. Вот, вот, вот. Уралочка измучила сафарчика окончательно просто. Капец, она столько сахара насыпала в тесто, потом столько сахара ещё насыпала сверху на эти сливы, а потом ещё всё это, слушайте, обсыпала сахарной пудрой. Капец, просто капец. Ну, что тут скажешь? Ешь пока рот свеж, кожей никого не слушай. Ну, а как всё это они поедали, мы с вами уже видели. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.